Приехали. Там приехали, Игнать Иванович. Заходи, дядь Боб. Мика, уйди. А, с Новосибирска вон. С Новосибирска. А с Новосибирска приехал. Он из сектантов вроде бы. А приехал гостик к нам? Да, на крещение, я думаю, даже. О, мы пойдем в Лагерь. Да, он. Мы пойдем в Лагерь. Сизов, это не он, по-моему. О, совсем семей стал он, да? Да. И даже маму прихватили. Мир вам. Вот и Володя. Как будто мы тут и жили. Здравствуйте. Ой, у вас дождь прошел, да? Ну, это вчера был. Вчера был дождь. Ну, еще трава мокрая. А я тут у Апрелы, в Солосой, в Соботу и полосной. Ну, говорю, как мы поедем там, дорога? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у меня, как дела? Здравствуйте. С Новосибирска. Витя Сорокин. Я понял. Это сколько у вас? Нас? Четверо. 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 Первый вопрос. На сколько? Ну, после крещения, думаю, еще одна денька-два. Понятно. Значит, порядок такой, Фару. Накормите вас в лагерь. Остановим, мразь. Давайте я пойду. Давай. Сопроводите. Здравствуйте. Да пойдемте. Давайте. Пойдите, мы все, и все, и кино смотрим. Ага. Все понял. А вы же на машине, да? Ваше сердце досматривает. Нет, они на машине же. На машине. На машине, ну вот. Влаги-то знаете где? Нет, так надо доехать с ними. Я поеду там дальше. Ну, вы что, разгрузиться надо? А? Разгрузиться надо. А там будет хозяйка. А, хорошо. Все надо так. Это из Новосибирска, да? Да, из Новосибирска. На хрещение готовится. Смотри, туда или сюда. Можешь сердце рекоментировать еще, где-то отдельно сидеть. Все, ну и все. Слава Христа. Вы видели это? Какое собачье сердце? Видят его. Видят его. А это концовка уже. Ну, ребятишки смотрят, можно маленько посидеть. Сядьте на скале. Сядьте на скале. Сядьте на скале. Ну, давайте уже. Сама посетите. Да, сейчас. Сама посетите. Мне одни хусять не надо. Водите, подсыпь. Мне нервничать. Мне нервничать. Мне хорошие, Андрей. Садь. Дай пять. Так, все, разговоры прекратили. Здравствуйте. Вот такие зеленые цепи. Он плохой. Закрой, Василис. На палку закрой. Назадчик, назад, назад. Он потерял нас. Держите при себе. Он боится еще. Так, будем молиться. Я не. Боже, милостью, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец, я грешен, Господи. Прости меня грешным и помилуй. Още всех на Тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени. Не отверзай, что Ты щедрую руку Твою исполняешь. Всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Спятому Духу. И ныне и пресно и во веки вековыми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Так, у нас новые люди приехали. Попрошу пройти сюда всех. Познакомимся. Так, с малышом сюда подойдите. Так, назовите, откуда вы. Фамилия, имя, возраст. Дмитрий Сорокин. С Новосибирска приехали. 29 лет. 29 лет. Значит, остальных вы сами узнаете. Мы встретились первый раз. Мы не знаем, по интернету познакомились. Ну, вот, готовятся к окрещению. Занятие, подготовка к окрещению, как соберутся люди, нам 3 дня там вполне достаточно будет. С четверга мы начнем, может, заниматься. Так, следующий. Лена Сорокина, жена Дмитрия. Так. 20, сколько, 21. Что у нас в Новосибирске? Да, у нас в Новосибирске. Назар зовут. Назаре? Назар. Назар? Я правильно сказал? Назар, да, да. Наполно, это имя Назарей. Ну, по паспорту Назарей. Ну, по паспорту, да. А по связцам Назарей. У нас тут есть уже один Назарей. Это будет два Назаря. Так что, если поминать его будут и прищищать, то будут Назарей. Так, чтобы знали. Становитесь. Так, назовитесь. Екатерина Сорокина. А величать как? Петровна. Екатерина Петровна. 57 лет. С Новосибирска тоже. Мама Димы. Вот так. Видите как. Бабушка Назаря. Да. Вы наших всех увидите. Вы знаете тут постепенно. Сегодня воскресный день. У нас в среду приезжает целая тоже группа. Но те дальние очень. Дальний Краснодар. И оттуда уже идут. Виктор приезжает, наверное, может завтра. Вот. Вашего мужчину мы приспособим делать пирс. Где крещение сильно нам повредил лед. Поэтому погода покажет где-то. Остановитесь. Женщина сюда. Сюда все. Мужчины здесь. Видите воскресный день сегодня. Мы начинаем уже подготовку к крещению. Так. Документы покажете. Владимир Александрович снимает где-то. Он запишет журнал посетителей. У нас все записываются. Все паспортные данные. Мы с Дмитрием познакомились. Только в интернете. Так. Чего здесь будет не хватать. Значит, с работником крайний Никита стоит. И вот Володя. С завтрашнего дня, в конце, если приедет старший воспитатель Виктор Николаевич. Ну вот. Тогда уже через него. Я прихожу только так. Общий порядок посмотреть. У нас как часы работает лагерь. Мы знаем точно до минуты, когда, что работает, которые работники. Вот с Казахстана Валентина приехала. С внуком Пашей. Он синенький стоит. Вот. Девочка оттуда же. Вот Нюра. Тоже с Казахстана. Видите, в какой дали люди приезжают. Вот. Мы рассказываем о своем лагере, как не об ординарном явлении. Таких лагерей просто нет. Мы были в Советском Союзе. Единственный православный лагерь. Ну, 44-й год. Понятно, что при советской власти мы были. К нам отношение понятно было какое. Приезжали первые секретари райкома партии. Привозили всех работников, директоров. Показать. Но почему-то так случалось, что всегда к нам приезжали хорошие люди. Коммунисты. Ну, более, кажется, отъявленных и не было. Которые зло приносили народу. Но на нас выходили всегда почему-то хорошие. Я ни одного коммуниста не могу, ну, не считая там санэпидемстанции. Да и они ничего не сделали. Они пытались, но они не могли сделать. Мы слишком хорошо защищены милостью Божьей. И он приезжает, и они тут автобусами. Но тогда ни кельи, ничего не было. Одни палатки и шалаши. Шалаши большие, на 10 человек каждый шалаш. Из травы сделанные. Вот. И они ждали, когда за обед будем молиться. А тут пастухи, вот это все пасли, тут скорченая, скотина была. И они около них были и ждали. Это как для них было, ну, что-то такое невероятное. Они не видели, что все молились. А тогда как-то малышей совсем мало было. Ну, может быть, вот такое. Один раз только с поезда сошло к нам 72 человека. Отовсюду ехали. Там Украина и Советский Союз был. Более, как-то удобнее было общаться. А сейчас эти границы-то наделали. Но мы выстояли. Это все печи, вот видите, русские две печи здесь. Здесь хлеб пекут. А они у нас под шифером. Тогда это все было на открытом. У нас ничего не было. Палатки, как питание хранить. Специально там делали, искали какие-то штыри. И на них, и все это перепутать с целлофаном. И на солнце парится это все. И от дождя сохранится. А сейчас у нас нужды нету. Холодильная камера, электричество. Это все законно, через счетчик идет. На сегодняшний день, вот в этом году месяц проходит. Ну, месяц уже почти мы. И никакой комиссии пока не было. Бог милует. Когда утонули в Азовском море 6 воспитанников, детей. И с ними воспитатель утонул. Плюс еще там. Тут вначале строят такие козни везде. А к нам не доехали. Доехали до Корщина, в Сельсовет. А там председатель ей сказал. У них, говорит, все в порядке. Там, говорит, обедками не кормят. И мешать им не надо. Видите, какие люди. Он не нашего круга. Председатель Сельсовета. Но он повернул так, что комиссия не доехала, повернула назад. А нам только того и надо. Ты нас не трогай. И когда спрашивали, как вам помочь, коммунисты, когда строились. Мы просили, не мешайте нам. Больше нам ничего от вас не надо. У вас все равно ничего нет. А репрессивные методы нам это ничего не дают. Какие у вас будут вопросы, мы их постараемся разрешить. Что не будет хватать через обслугу. Это воспитатель. Или через работника. Я вам сказал. Мы православные, поэтому пища у нас постная. Последнюю неделю. А уже воскресенье у нас розговар не будет. Поэтому желательно, чтобы были. Тут у нас молочная пойдет. Покупать будем сливки. Ну, конечно, надо будет вложиться тогда на сливки и прочее. Вот у нас, я слышу, говорит, у нас за месяц, за 30 дней 6,5 тысяч. Да сегодня это на 6,5, что ты сделаешь? Надо учитывать, что на эти деньги питается я, начальник, питается обслуга, работники. У нас ничего нет. Вот он заканчивает, у него ни копейки нигде нет. Я должен хоть маленечко что-то где-то отложить, чтобы хоть месяц-два прожить в городе. Это тоже приехал с Украины. У него ничего нет. Это в эту сумму надо вложить. И кроме того, больше половины детей бесплатно. Совершенно бесплатно. Ну, ты теперь подумай. И когда мы говорим о том, что, не говоря, что у нас бесплатно, 6,5, то вы что детей голодом морите? На 6,5, что ты сегодня прокормишь? Это 30 дней. 30 дней. Ну, у нас все есть. Вот. Пост держим. Никто не похудел. Каждый день разнообразят пищу, зеленью. Ну, а дальше уже проще будет. Понятно? А тут вот разговоры идут с деревенскими. Платили бы 6,5 тысяч, а нас кормят одними сухарями. Кто это сказал? Счислава. Я могу только догадываться. Самые болтливые, которые с деревенскими уже познакомились. У нас меню написано. У нас второе подают, а во второе подкладывают еще из четырех блюд. Там зелени, там другого. А там второе из четырех состоит. Печенье каждый день, халва. Еще только у нас тут нету. Готовят и сами стряпали ватрушки, пирожки из деревни приносят. Его одними сухарями. Во-первых, это не соответствует действительности. А во-вторых, тебе это не на пользу, кто это говорит. Ты довольна? Да. Сытая? Кто не наедается, подними руку. Каждый раз ешьте до сыта. Мы едим. У нас пища полезная. Вы не думайте, что мясную пищу ест человек, он здоровее. Там белков больше. Это нисколько не лучше. Вот люди, которые там инфарктами мучаются, они, как правило, едят мясное. Разные бляшки там наращиваются у них. Растительная пища более подходит человеку. Притом мы православные, мы ничего не придумываем. Мы срого исполняем. В среду пятницу нету растительного масла. У нас его и нету. Компоты все время, там, чай, травы, там, что-то у нас тут нету. Я не знаю. Все время показывают половину порции. У нас не разговаривает за столом. Сели молча. Показал первое, второе. Если показывает половину, значит, он не может одолеть даже этого. А готовят прекрасно. У нас свой врач. Где они уже, его с Николайом это? Профессиональный врач с красным дипломом. Она все здесь проработала, уже на пенсию прошла. Болящих нет. Маленько что-то подозрения были, что больная. Все, вылечились, ничего нету. Скоро закашлял там, сразу у нас тут чай горячий. Вы не простыните здесь, закрывайтесь. На данный день такая ведерка. Ночью выходить нежелательно. Потому что мы не охраняем, помолились. Так, вокруг обходить каждый раз, да воскреснет Бог считать. Мы когда в поездке были, то этот труд вокруг машины, где собака привязана, обходить, считать, да воскреснет Бог. Назначили Третьякова Игоря. Его нет, это его теща здесь. Ну, а я там, они спят там, специальная палатка такая, нас трое и собака. А я один в машине, я машину никогда не покидаю. Я в машине, со мной рядом собака. Собака чемпион России. Чемпион России. Это что-то говорит по двоеборью. Ну, я шторку приоткрыл, гляжу, а он уже разделся. Залез в палатку-то и вспомнил, что ему надо вокруг идти до воскреснет Бога. Расточаться в России, его считать. И гляжу, он в одних трусах, в потемках пошел вокруг. Это вот так интересно смотреть. Он высокий рост, он согнулся, и в одних трусах идет и молитву считает вокруг. Это что говорит? Это говорит о честности, об обязательности. Ему это поручено. И он забыл, разделся, а потом вспомнил. Одевать себя неохота, комары вокруг, и он пошел тогда. Это достойно того, чтобы людям показать пример. Какой народ. Бесхитростный, безобманный. Мы вот когда ездили, у нас же на этом подлавливать пытались. Некоторые говорят, ну вот вы говорите, каноны не нарушают. А вот написано в Библии, пойдешь застан, возьми лопатку, чтобы зарыть свои испражнения, когда садишься. Вот туалет, зарыть. Но работа-то такая, мы едем и останавливаемся через тысячу километров. Я эту работу взял на себя, я копаю туалет, рядом пласты, потом мы завалим, не найдешь где. А закрывать придется другому. Ну кто? Сережа Пупков, он забыл, уже сели в машину. Сережа, все сделали, все. Когда мы отъехали, уже метров 300, я говорю, а не забыл случайно ты зарыть-то? Ну, теперь лопатка уже там, уже заложена, завернута. Он из машины выскочил и поволокся вот в лесополосу, привести все это в порядок. Мы уезжаем, даже следователи не найдут, где мы были. У нас ничего нету нигде. Специальная решетка, как печку делаем, потом все это заравниваем. Нигде ничего не остается. Хотя вся страна буквально чем-то загаживает. Я просто говорю, какой народ, который верующий. Даже бывают какие-то отклонения, но их сравнивать не надо, неумышленные. Платочки. Так, у всех должны быть платочки. Показать платочки. У всех должны быть. Сегодня вы гости. Завтра подержите к тополю, запомните. Где угодно платочки должны достать. Все, понятно. Положи. Садимся за стол. Запомните, платочки должны быть и все. Платочки должны быть и все. Все, понятно. Аня, Анечка, двигайтесь. Двигайтесь до конца. Василиса. Василиса. Жри их туда, маленько. Жри их через поле. Выходи. Да, вы довольны. Дальше не ходи туда. Василиса. Пусть идут, мы удастся. Поплотнее туда. Ну смотри. Вперед, двигайтесь. Тогда поплотнее туда. Да. Вика, Вика, Вика. А вот сюда тоже можно посадиться. Раз, два, три. Там четыре, их там трое. Вика, двигайтесь. Так, смотрите, какой порядок. А вы что не садитесь? А где дальше? Так, ну-ка потуси. Садитесь. А ты чего? Так, садитесь. Тарас, быстрее. Где такое что-то? Руки наживы закрыты до кисти. Садитесь за наш столб. На сторону облакавщицы мы вам сейчас покажем один раз. А кто не кушается, ложкой полный. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Тарас, ты можешь выпить, но ты останешься без ужина. У меня есть малыши, я их подкармливаю. Ну-ка давай, Вика. Идите по ладону. Тимоша, ко мне. Подойди. Ложку подай. Это тертая морфи, с этим. Это малыши, я их подкармливаю. Так, у меня еще кто-то тут есть. Кажется, Тарасик. Ага. Тарасик, ты где? О, ты садись. О, давай. Так, и на, помог. Давай сюда. Никому не разговаривайся, только показывайте. Вот так. Сухарень, Никита, дует? Вот разъявила, самому ничего не остается. Одна ложка, осталось только. Это тому, кто тащил. Вы один раз посмотрите, и все уже привыкли. Вы видите, что так легко жить, когда есть правила. Сухарей накладывайте, берите хлеб. Вот это тоже, как сухари. Это тоже, как сухари. Нет, компот. Полный вкус кеда есть. Это значит. Надо кеда к компоту к этому cook. А снизил более жарула. Да, помни. Помни. Помни, помни. Угу. Продолжение следует... 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 Играет музыка. Ласка прямо от колонеса прилетает. Разговаривать за словом только я могу говорить, указывая, я обслуга. Значит, фонд создаёт, что мы живые люди. Приезжал из Москвы писатель-быков Дмитрий Львович. Он талантливый вообще, не еврей. Одна корреспондентка из Велосибирска, Гарюхина, была у нас несколько раз и написала хорошие статьи в центральной газете. А их это задело. Православное всё. И он решил сам приехать сюда. Журнал такой есть, собеседник. Видимо, что он был очень не расположен. Но если так уже по большому счёту, то ещё плохого он не написал. Он как-то так всё это крутил. Вот у нас дисциплина. Ни одного, я говорю, несчастного случая не было, когда... Ну, всё-таки не два года же на пруду. Да и где ему несчастному случаю быть, когда... Где купаются у нас там поплавки. Так это поплавки на море, везде есть. То есть он как бы подговаривал что-то такое, а плохого-то ещё не написал. Люди постоянно слушают проповеди Игнатия Ваткина. Тут записано про эту Марину. Гречка приехала сегодня из Греции, которую мы можем просчитать. Кружку показать, но перепрокидывать кружку не надо. Вы с ребёнком можете дольше быть за столом. Один, не двое. Вон как смотрит парень-то, смотри, как ему интересно. Они друг друга познают. Тихо. Что-то стали часто залетать ласточки. У меня есть подозрение, что вывелись настощаться. То есть они начинают кормить их. Надо быть очень осторожным вечером. Ни под каким видом сюда не заходить в столовую. Вечером сейчас темняется, не подходить. Если она вылетит, то она не найдёт места где-то. Они замёрзнут в ней. Вечером сюда вообще не заходите. Сейчас поели только и там где-нибудь занимайтесь. Поясняем, что когда человек ест, в левой руке должен быть кусочек. В левой руке. И на кусочек вот так вот смотрите. Пощерпнул. Кусочек поставил. Две руки двигаются. За край стола, вот за перпендикуляр, лицом не заваливаются. Трудно. Попробуйте, как получится. Вот у Андрюши плохо получалось. Я вот пересадил прямо к себе. Вот его чашку отодвинул подальше. И теперь он научился. Так ели всегда русские люди. Это видно в такой кинофильме. Есть по Шолоху. Тихий Дон. Они там где-то приехали на покос. Одна большая чашка. И все черпают. И на кусочек ставят. И никогда этого не было, чтобы у каждого отдельная чашка. Я это впервые увидел, кажется, в армии только. У нас одной чашки все ели. Одна большая чашка. Ну, чашка вот такая вот. У нас отец инвалид войны. И 12 ребятишек. 10 живых только было. И мы так привыкли к этому. Я говорю, в Барнаул приехал когда в техникуме. То выдали простыни. Я их никогда не видел. Я два с половиной года проучился. И так не развернул, так и сдал обратно их. Я не знал, что с ними делать. Простыни. А у нас как? Шубное одеяло. И все. Матрас, одеяло. А сегодня умирают. Просто неделю не стирали. Ой-ой-ой. Все собирают. Надо стирать. Химию пропитать надо. И болеют, и болеют. Сегодня нет комаров. Первые дни приехали. У нас тут комарика больше было. Видите, там отдельная столовая у нас. Там ветром обдувает. Видим, наверное, да? А где молиться новая сделана? Нет, не сделали. Вы ведь мне еще не отослали. Я сегодня только отсылаю. На неделе этот ролик поставить могут. Вот мы сидим где-то, и тут рядом воздух чистый. Вот японцы подсчитали, что от любого дерева исходят там, финоциды там называть, запах. Это все благоприятно влияет на нервную систему, на дыхательную. На все. И поэтому они делают это. Листья колышатся. Это благоприятно на сетчатку глаз отражается. Ты ешь, ты просто глянул, а листики колышатся. Они это все подсчитали. Есть у нас ролик. Мы сегодня посмотрели. Японские клерки. 40 человек, 20 пар. Как они ходят. И как один к одному. И идут быстро, потом за пятки друг через друга. И ни один видел, нет? Один одного не заденен даже. Вон, посмотри. Тимоша поднял. Вот. Так. Как только остается меньше трех, то уже вылазим. Хватит. Ну, чего вы уже? Ты что, ты пихаешь? Ты не пихаешь? Ты не пихаешь? Ты не пихаешь? Ты встал сюда? Встал сюда. Так. Девочки, маленько назад. Ровная линия должна быть. Как у японцев. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивно велик Создатель наш. Мы прославляем Твое всемогущество и заботу о творении Твоем. Ты Бог любящий, Бог милующий. Слава Тебе. Слава Тебе за жертву Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за нас на Голгофском кресте, поднявшего грехи мира. Приготовь готовящийся к окрещению. Будь милостив к нам, Владыка, освети это место Твоим присутствием, а посторонним запрети приближаться. И селение сей наполни святыми Твоими дивными, расширь пределы наших общин. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все верны? Да! Да! У человека после еды нужно 20 минут, чтобы он почувствовал, что наелся, пока пища провалится. Есть такое выражение, человек выходит и не доедает, а совершенно нормально. Еще охота. Подожди, 20 минут и тебе есть неохота. Вот, я наелся, это означает обожрался. А если говорит, ой, наверное, лишний сел обелся, это означает отравился. Это уже знают те, кто, ну, работает. Раньше говорили, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. А сейчас пословица еще одна появилась, кухонная пословица. Скажи, что ты ел, я скажу, кто ты. Ну, ясное дело, что наша пища не для щубайса, не для брамовища. Но здоровья у них не больше нашего. В Библии так сказано, праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишения. Вот мы не терпим ни в чем, у нас все есть, абсолютно все. Вот кажется, что у нас мука есть, главное, у нас мука есть. Две печи русские. И через день, чуть не каждый день, сколько там, 20 с лишним булок? Ну, хлеб-то очень такой, съедобный. Так, у нас правило. Я сразу не заметил, у вас пятиконечные звезды. Это не христианская одежда. Это масонский знак, пятиконечная звезда. Если сможете, ну, конечно, в храм в этом не войдете. Вот, посмотрите, если можно что-то еще надеть сверху. Пятиконечная звезда, а шестиконечная – это сионизм. Оно как бы ничего не играет, но они приняли себя на вооружение, и поэтому в церкви пятиконечные звезды обычно не практикуются. Церковь – это семи-восьмиконечная звезда. Так, семь минут после еды у нас не советуем выходить за пределы. Сидеть, разговаривать, чтобы дети малые… Ну, у вас нет таких, не бегали, не играли. А потом отдых и все остальное. Я ухожу сейчас, я тут не нужен. Что Володя сделает с Никитой? Документы дадите в книгу, запишут вас, ну и все остальное. Все держите при себе. Одна келья, вы за нее отвечаете, за порядок, за то, что там есть. Матрасы разбейте. Ну, хорошо устанете и на таком уснете. Все у меня. Ничего нет больше? Нет. Спаси Христов сysłопорам напарающим. Посмотрели... Девочки, за мной. Вон оно так. Ох! Дядь Лобби, я забыли с нами. Маму, дядя. А мне можно? Дядь Болотя! Дядь Болотя! Можно мы с девочками пойдем в комнату отдыха? Мы там построили домик с уколками, не забыли. Мы бы закрыли. Можно? Знатные в том отношении, что, в первую очередь, они занимали в церкви положение небольшое. Мы не знаем, откуда еще люди будут. Один из них может приехать, а он преподаватель в университете, в академии и при церкви будет. Ты видел сильную беседу. То есть по скайпу, там я мог беседовать, а здесь нет. Я думал, уеду сюда, ну и кончились мои ролики. А получилось, что здесь еще больше. У нас за неделю гостороника появляется. Почему? Потому что мы открыто говорим, люди, которые смотрят, и эти мушатся. И они видят изменения какие-то. Видишь, что-то. А можно прийти в отдых в комнату? Сейчас пока нет. Пока нет. Семь минут пока отдых. Так, ребята, я говорил о том, что Пашу переместить. Не надо. Не надо. Вы балуетесь. Мы не будем. Давайте до первого замечания. Давай, до первого замечания. Ты пойдешь в другую кель. Я? Да, ты. Мы поменяем местами с кем-то. Нам нужно полное, абсолютное спокойствие. Потому что мы и так дружимся все время. Ложимся спать, а вы начинаете, как говорится, балдеть. Это нам не годится. А, и знаете, Тихонович, можно сказать? Тот раз Тимофей на моей кровати спал, я ему сказал, уйди от моей кровати. И дядь Витя меня на часы поставит. Я что-то должен сделать? Нет, я просто говорю. Если мое вмешательство где-то требуется, я сначала разберу. Вот так. Давай договоримся, о чем я тебе говорил. Выше руки не поднимать. И ты поедешь совершенно другую. У нас отношения-то не из-за чего портятся. Я хочу, чтобы ты был другим. Нигде не горбаться. Рукой к лицу не касайся. Не надо это. Ну, ты видишь, как он стоит. За ними-то этого не чистится. Все, отдыхайте, хлопцы. Готовьтесь к вечеру. Я ушел. Что с Богом? А если это не я буду делать, а кто-нибудь другой...